айо мои братья и сестры сегодня сделаю краткую инструкцию гайд по установке кулера а к 400 digital версия про на современной платформы m5 m4 ну соответственно 17 00 12 00 все рассмотрим подробнее через секундочку еще раз приветствую всех на канале turbo pc сделаю потому что некоторые ребятки пишут там как установить версию к 400 появилась где площадка 400 дичитал про это посмотрим как устанавливать у меня есть платформа 17 00 это со времен на принципе платформы есть платформа император поставим посмотрим и все нюансы расскажу гайд будет это 10-15 поэтому сажать поудобнее если вам не в кайф смотреть гайд то соответственно просто смотрим инструкцию по собираем если интересно уделить детям времени чтобы картика все поставить то не знает меня меня зовут его до заниматься сборками компьютеров собрал уже более 1000 компьютеров но все равно ребят момент учитывать это что инструкции рекомендую всем посмотреть что нас встречает ребят анбоксинг получается этого кулера есть на канале купить можно вариант по ссылке в описании если интересно и желаете не покупать не покупайте а к 400 либо digital про то что то тем у нас есть такой красивый экранчик потом еще наверное сделаю склеечку какую-то как у нас работает экранчик и программу устанавливать не честно все это детально просмотрим что у нас есть четыре медные трубки без проблем можно поставить вариант на м5 м4 универсальный вариант на самая главная фишка ребят что нам нужно да это вот этот рабочий здесь у нас принципе все подробные инструкции ничего сложного нету ребят установка есть на 12 00 151 151 155 1700 плюс м4 поэтому и про коннекте в принципе продаю спито же цена все здесь написано в тракце ничего сложного нету поэтому давайте приступим к чему наверно к самому популярному до популярной платформе это у нас будет естественно а м5 на такая обычная про кида материнская катана но вы набираете не знаю я занимаю сборками компьютера мы давайте награды сейчас поставим процесс но это откроем и аккуратненько поставим если у вас ребят нет какой-то соответственно поролонки пупырки вот такой как у меня да то вы можете без проблем использовать обратную сторону материнскую плату так закрываем аккуратно кладем сюда материнскую плату и можете на ней собирают у меня есть такая поролонка я вырезала собираю компьютер каждый день поэтому мне нагляднее будет что в первую очередь делаю ребята давайте процик поставим это у нас 17 это у нас м5 платформа райзен 5 7500f ваш любимый 7500f ставим по ключам по пазам не знаю это гайдонер не относится но тоже вам покажу смотрим сокет не поврежден все у меня хорошо ставим процик установили процессор самое главное ничего не погнули защелкнули двигаемся дальше то нам предлагает инструкция ребят будут ссылаться на инструкцию чтобы вы за мной все это повторяли берем ищем страничку сами 5 до они 5 платформа здесь сложного нету страница 12 поэтому франция можете пробежаться все хорошо снимаем сначала старые старые петли вот эти снимаем для этого вам понадобится отверточка ph1 ph2 плюс-минус там любой отвертки хватит за глаза на все эти варианты аккуратненько я откручиваю но этот крепеж стандартный от м5 не пригодится а и 5 м4 плюс тоже самое там немножечко шире немножко уже мы все у нас будет естественно отлично лично не знаю буду склеивать не буду склеивать купить этот вариант так а 400 можно в онлайн трейдер в днс и стоит в районе 4000 рублей ближайший конкурент 224 скорее всего один стоит дешевле но там нет цифрового дисплей чек а также есть а к 400 еще получается без дисплей чека который у нас сзади да но сверху находится так что ребят это мы с вами сделали даже двигаемся по инструкции у нас комплекте есть крепежи вот эти нам не пригодятся штучечки ты сразу и убираю не выбросите потому что можно выпадать им от низку плату кому-то оно пригодится пришли что-то покажу дурак прям здесь наглядно ребят написано да в основном они делятся по цветам вот такие у нас крепежи красненькие либо оранжевенькие они делятся у нас на м4 м5 а вот такие вот получат черненькие либо серенькие это у нас скорее всего intel по этому моменту читайте вот это уберу сейчас чтобы он вам кадр не мешало все было хорошо что мы берем ребят берем аккуратненько ставим получается наши 4 пина по позам по ключам они только с одной стороны вставляются прям плотненько вставляется да вот такие вот не знаем муж по три вида не будет в кадре видно фокусироваться вот такие у нас красненькие оранжевенькие аккуратненько ставим папина по ключам до упорчика они прям плотно вставляется не переживайте прям можете немножко прижать не прям там молотком забивать и вот эти винтики нам обязательно пригодятся потом ребят давайте инструкцию по ходу саму посмотреть и будут получается этот вам подсказывать у нас в инструкции прямо написано это что у нас сбоку будет такие вот пины только закручивать собой ему аккуратненько ставим эту рамочку вот так наглядненько да вот так ставим эту рамочку и вкручиваем получается по пазам по ключам вот здесь сбоку поближе вам сейчас увеличу чтобы вы понимали о чем речь идет да эту рамку аккуратненько берем и вставляем по пазам если у нас была платформа например 17 2 0 то там было бы немножко по-другому если был бы mdm4 соответственно было бы немножко тоже правее левее и аккуратненько закручиваем ту рамку на самом деле по рамкам сейчас последний момент писи кулер делают эти рамочки да и вот диппул тоже вернулась эта рамка получается у нас железно не переживайте все будет с ней хорошо я крючок крест-накрест вы можете крутить там как вам удобнее после того ребят как 4 винта закрутили рекомендую купить термопасту либо термопаста здесь нанесена на кулере принципе и можно использовать только смотрите момент чтобы не было засохшая до что бывает момента что кулера ли в этом год ну не год наверно не продаются быстрее и по месяц два три ничего страшного не будет и смотрим получается на наш кулер листаем странички ребят вместе со мной здесь у нас типа установка нашего кулера да можете что получается снять вентилятор тут вам было удобнее у меня здесь получается вертушечка стоит в этих ревизиях ft 12 с и симпатичная от нее есть два разъема подробнее потом расскажу получается ну как куда подключать rgb не rgb вот сам кулер ребят видите термопаста здесь нанесена уже если у вас трамопаста нету либо вы не доверяете термопасте купите мх4 мх5 принципе магазинах всех присутствует и аккуратненько по пазам по ключам обезжирием проц важный момент да здесь до видео в принципе можно не обезжирить но в основном я всегда процессор свои обезжириваю у меня есть такое средство из-за клина запропиловый спирт если у вас такого средства нету то обычно спиртовую салфетку и зайти ничего страшного не будет все у вас будет хорошо обезжирили на шпроцик у меня 7 500 лет сегодня с потоком и аккуратненько по пазам подключаем видите можно ничего нету здесь два такие винтика езда и аккуратненько вот это вставляем вот так вот и той же отверткой прикручиваем здесь разницы нету слева направо справа налево поэтому вы не переживайте мне здесь экранчик с этой стороны поэтому я понимаю что экранчик у меня здесь присутствует на 400 и подобные варианты охладить видите такую прикольную прикольную случай дизайнер печи да он немножко наиска сделан поэтому теплотвод должен быть хороший это ребят прикрутили до сложного ничего нету сейчас сбоку вам покажу максимально все обратно сделали видите все у нас шикарно получается дальше что я делаю эти провода сразу обратник выбирайте чтобы они нам не мешали стан и берем наша вертушечка вертушка на спецподсветки но у нас здесь есть разъемничек это 4 пина регулирует на пида был м бьюти потому что будет настроить на скобочки аккуратненько вставляем вот так вот да аккуратно вставляем ничего сложного нету по подключению ребят сбоку вам немножко покажу у нас идет три провода один провод получается rgb шный это 5 вольтовая линия на соответственно здесь у нас артюбе разъемчик включая получается его ну ближайший разъем артюбе у меня здесь два разъема либо включайте здесь у меня есть джерен был 1 rgb в 2 подключаемся с подробнее покажу какой разъемчик давайте наверно увеличить вам покажу вот они разъемчик есть три усика такие да вот такие три усика есть он здесь находится вот второй разъемчиками так же самое есть еще снизу трюсик в мануалах один из копата принципе присутствует информация куда оставлять потом по подключению цепку вам видите четырех пиновый разъемчик включаю вот сюда цифру fan это второй разъемчик и третий юсб это регулировка получается оборотов и это регулировка получается у нас от цифрового дисплейча включаем юсб снизу протягиваю часто подключаю и соответственно все вам покажу не перепутайте пожалуйста ребята у нас есть еще разъем rgb там четыре усика ну и получается чтобы вас ничего не замкнуло рекомендую получаются так сделать юсби я снизу протягиваю менять от микро тыкс по материнской платы до 10 икс с какой-то в принципе право провода хватит про здесь длинненький подключаем юсби купе нам покрытия и разъемчик получается здесь у нас есть цепку fan также подкидываем наша материнская всплата что делаю я потом чтобы это все была красива аккуратненько на пока что беру для кадра красивая я беру вот эти вот некрасиво получаются блестится и так блестит и так блистит чтобы все было красиво либо аккуратненько беру с тачками вот эти но схомутики есть такие и Их аккуратненько использую И RGB-шку Либо в контроле я подключил, либо подключил вот сюда И аккуратненько под материнскую плату вставляю Под кулерочек И сейчас вкратце я склеечку сделаю Наклеечку эту, в принципе, можно снять Она нам не нужна Напортит всю нашу картинку И потом Сейчас, буквально через секундочку, сделать склеечку Как она вообще в конце получается Так, ребят, все сделал Покажу, как получилось Обычно я этот разъемчик под корпус продеваю А потом вставляю с этой стороны И звук и получается Ну, наглядно показать вам, почему, что Здесь можно так, аккуратненько этот хомотик Пст-3 Прячем сюда, такую стяжку я взял Стянул и все у нас внутри находится Ничего страшного, ничего не пригреться Все будет хорошо, наглядно, все красиво Видно И излишку потом аккуратно подтяните Все у нас будет хорошо Еще по установке 17.00 я сейчас подскажу По М5 платформе, в принципе, все понятно Регулируется все в BIOS И сложного ничего нету Все по PWM регулируется Ну, и RGB, что регулируется в утилите Своей материнской платки У меня MSI MSI центр будет MSI Lite программа Если у вас ASUS, там, ASUS Create Если есть, если гигабайт, гигабайт, control center Ну, без проблем Можно регулировать подсветку Чтобы вот эти вот грани показывают Они регулируются в 4GB И все цвета переливаются Вот он находится Вот эти граники Они там же самые цепятся Давайте, ребята, теперь перейдем к установке На 17.00 Сейчас паузу сделаю Потом все склею Да, ребят, кого интересует покупка Именно такого кулера Это AK400 Digital Либо AK620 Digital Версия У нас у Deepcool У нас сейчас новая линейка Именно про с красивым экранчиком Можете купить его в ссылочке По описанию Это не реклама Это просто небольшой обзор Мы и кореша из Deepcool Заслали мне такой вариантик Ну, соответственно, хочу поделиться Чтобы многие ребята Смогли без проблем Установить этот кулер На свою систему И получили такой эффект Красивого цифрового дисплея Так, теперь, ребят Мы поставим, получается На платформу 17.00 В принципе, сложного ничего нет У меня обычный материнсплата Asus Prime Тоже новая на гарантии Пока простенькая материнка Вот так Вот так Открываем кулеросор Осмотрим у меня 12400F Культовый процик На 17.00 В принципе Тоже пару минут Это все слаживается Я просто наглядно для видео Делаю, чтобы было все Четко и понятно Смотрим сокет Ничего не повреждено Процик ставим Аккуратненько Право-левой рукой Селивши-шо-правша Защелкиваем Все Потом, ребят Так же самое Есть инструкция Не стесняйтесь Вот я собрал уже там очень много комфу Да, и все равно Как бы от ревизии до ревизии Все зависит Сложного здесь ничего нет Открываем прям 17.00 Там какая у нас страница Типа получается У нас страница здесь Чистая Такая инструкция будет В каждом Получается Ну в каждом буклетике Все у нас подробно будет У нас есть такая рамка Бэкплейт, да, ребят? Она металлическая, да? Поэтому мы немножко Раздвигаем эти ножички Сразу, видите? Они отщелкиваются Раз-шелычок Два-шелычок Нам нужно пошире Потому что на сокет 17.00 Здесь такая надпись Еще Intel есть Можете поставить Там перед Там задом В принципе разницы Никакой нету Вот материнскую плату Вставляем Аккуратненько здесь Прикольно тем То, что сделали Еще железный бэкплейт На 17.00 Ну, по идее Считается то, что Ну, больше выдержит Этот бэкплейт Ну, по факту Потому что пластик Что это? Куда там Что-то грамм весит Поэтому ничего Не будет Дальше что делаем У нас здесь Есть в комплекте Черненькие наши цилиндрики Поэтому смотрите Сложного здесь Тоже ничего нету Есть у нас Серебровые жесткости Показываю наглядно Сейчас повыше В кадре, да? Есть вот такие Серебровые жесткости Фокусируйся Фокус Серебровые жесткости Вот такие вот Это по 17.00 Это под прошлое поколение Так как у нас 12.00 И прошлое поколение Не сильно актуальны То я естественно Использую уже Под форме 17.00 А вообще В перспективе Получается Ставим В основном На патоплатформе Сложного прям Ничего нету Эти штучки Ставим В цилиндрки наши Четыре штучки И что, ребят? Теперь у нас Да? Все равно Нам пригодилась Эта рамка Да? Не зря я ее снимал Получается Аккуратненько Ставим эту рамочку Запомним, ребят Что не внутрь Вот этими, видите Пинами, да? А именно Внаружи А как мы ставим По пазам, по ключам Вы все это увидите Здесь, ребят, у нас Другие винты Другая резьба Учтите момент, что Например, под M5 У нас, видите, потолще было все Здесь у нас потоньше Ну, чтобы буклет все это заходило Аккуратненько вкручиваем Это у нас, получается Самые дальние Дальние пазы Можете придерживать Так, ручка, как я Чтобы ничего не уронить Либо, если вы Суперспециалист Можете сходу Получаться Прикручив Важный момент Попасть здесь В резьбу Чтобы у нас Ровненько все было, да? Потом у нас Все будет хорошо Сейчас, наверное, склеечку Такую сделаю Кручу Так, все, ребят До упорчика я крутил Все, до конца Такая у нас Красивая картинка Получается Материнка простенькая Поэтому здесь Ничего сложного нету Бокплейт сзади Выглядит вот так вот Можете надписью Intel Видите, здесь надпись Intel немножко подсвеченная Можете поставить Можете Без разницы Как Это на скорость Не влияет Что мы делаем дальше, ребят Смотрим по инструкции В принципе Тут уже инструкция не нужна Потому что вы Кайп ПМ-5 посмотрели Памь-4 плюс Винут тоже самое, да? Аккуратненько ставим Наш получается Окули ротчик И двигаемся вперед Так же самым Все подключаем Сложно здесь Ничего не должно быть До конца Докручивайте Эти винты, пожалуйста У меня все в стяжке Конечно, да? Я так все делаю Тормопаст нанесили Получается Обезжирили Я не наношу Потому что у меня здесь Она есть Я эту сборку Буду потом еще собирать Но вы обезжирите Процессор с циклином, да? И поставьте Получается Ну, термопасту Нанесите В комплекте термопаст Фатает на один разок Поэтому Если будете Вот Мить платформы То, как бы Еще многие ребята У меня в чате В телеграм-канале Кто не подписан на канал Телеграм Подписывайтесь Там телеграм-чат Есть компьютерная помощь Мы соответственно Подсказываем новичкам Отвечаем на все эти вопросы Спрашивайте Типа не могут попасть В эту резьбу Немножечко, ребят Надавите Вот так, да? И соответственно У нас все будет хорошо До конца докрутили Докрутили Слева направо, да? Ну, с термопастой Там она все разровняется И так же Само-либо Сложно Ничего нету Берем скобочки Вставляем Вот так вот По подключению Смотрите У меня здесь На материнской плате Сверху Есть разъем Ваш Называется ADD Gen 2.1 ADD Gen 2.2 Видите? Вот они Трехпиновые устрики Покажем Так наглядно Видно, да? Так же Само Вставляем Отсюда RGB Разъемчик Ну, я ставлю Правый Чтобы вам было Наглядно Видно Ставлю Не путайтесь RGB Это все Подматеринку Так Спрятаться Типа Красиво Все будет И разъемчик Получается Второй Вставляем В цепу Fun Цепу Fun Цепу Fun Там Кто Откуда вы Где по-разному Называют И этот разъемчик Протягиваем USB USB У меня здесь Называется USB 1114 Как бы Ну, вкратце Вы не влюбете Здесь По ключам Как бы Все понятно Включили Аккуратненько Все Естественно Убрали Вниз Здесь Здесь у нас Расположение Другое Поэтому Здесь Будет Вот так Вот Операчивочку Поставили И уже Двигаемся Дальше Можете Все это Прям Достать Внаружи Ребят Соответственно Чтобы у нас Ну Здесь не было Никаких проводов Внутри Но По факту Это Ни на что Не влияет Все Так же Сам Красиво Получается Если Стянуть Стяжечкой Вот такой Красивый Либо Хомутик Который У вас Есть В комплекте То Будет Все Максимально Шикарно Я Для Видоса Здесь Вот так Сделаю Ну А потом Как бы Вы можете Уже Сами Регулировать Без проблем Что у нас Получается Аккуратненько Здесь Поставил Эти Проводочки Ни на что Не влияют На температуру Они Типа Нормально Проводят Температуру Здесь Аккуратненько Кажет Тонул Смотрите На компьютер Сверху У вас Все Максимально Красиво Красивая Вертушечка Была бы Еще Ржб Подсветка Была бы Просто Шикардос И USB Подключено И Сейчас Давайте Ребят Получается Сниму На телефон Подключу Ну Так Немножко Аккуратно Подключу В этот Компьютер И Посмотрим Как Будет Смотреться Цепровой Дисплей Здесь По Гайду Установки Все Понятно Уложились Мы Конечно Не в 15 Минут Да Уложились Там 25 Минут Но Я Склеечки Сделаю Поэтому Красивенько Все Будет Кому Было Интересное Видео Ребят Сейчас Смотрим Как Настирать Программу И Двигаемся Вперед Не шагу Назад Так Немножко Ребят Колхоз Но Все Покажу Поставил Этот Компьютер Закрепил Получается RGB Не рекомендую Никому Так Делать Но Работают Профессионалы Поэтому Не переживайте Что Делаем Прям Пишем Поиски Соответственно Мозелла Браузер Какой-то Соответственно Яндекс Браузер Пишем Диппул Диджитал Сатюб Заходим На ближайший Сайт Я нашел Типа Папа Сайт С нашего Корпуса И внизу Ищем Загрузки Да Вот Загрузки Справа И здесь Внизу Ищем Диппул Диджитал Разархивируем Получается Этот файлик Вот я его Скачал Разархивируем Запускаем Появляется У вас Вот такой Значок Диппул Диджитал Открываем Его И у нас Сразу Получается Отображение Всего Экрана Здесь Можно Там Всякие Прикольные Темы Менять Ну Не знаю Выводить Скорее Все Изображение Вот Эти Можно Справа У нас Сразу При Запуске Зачок Ну И все У нас Хорошо Работает После Этого У нас Уже Экранчик Подсвечивается Видно Нас Нас Сколько Загружен Процессор Какая Температура Процессора Сколько Потреблят Процессор И вот Логотипы Которые Снизу Видите Либо Фиолетовые Ну Они Короче В RGB Синхронизируются С нашим Самим Компьютером Не Подключался По Фан Получается Чтобы Не Вибрировало Аккуратненько Здесь Подкинул Потом Этот Вариант Разыграем Поэтому Все Элементарно Просто Юзайте Дипко Кайфуйте Балдейте Вот Так Кратце Показал Как Экранчик Как Установить Софт И все У вас Будет Хорошо Всем Желаю Удачки Ребятули Всем Спасибо За поддержку Спасибо За ваши лайки За комментарии Которые вы ставите Под стримами Под этими видосами Потому что Стрим по Анбоксингу Этого кулера Есть у меня на канале В разделе Трансляции Можете посмотреть Ну и вкратце Скажу То что мы Этот кулер Разыграем Разыграем В ближайшем Розыгрыше В моей группе Вконтакте Либо в группе Вконтакте Турбописи Смотрите Либо телеграм Канал Турбописи Без проблем Там можно Вариант Этот Выбить Поэтому Подписывайтесь На канал Ставьте Лайк С вами был Иван Турбописи Всем Хорошего дня И шикарного Настроения Так Ребятули Проверка Кадра Дипкул АК400 Про Сегодня Поставим Этот кулер На платформу М5 АМ4 Посмотрим Как Устанавливать Этот Получается Кулер На Современные Варианты Компьютеров Походи Что подожди Я же записываю